Это отдельная гифочка надо будет сделать. Типа подход. Добрый вечер, уважаемые зрители. Сегодня в нашем ночном эфире программа пол третьего. Вот здесь вот есть у нас. У нас белые ночи. Мы на севере. Так, ладно. А какая у нас программа называется? 16.15. 16.15? Время 16.15? Нет, я у нас с пол третьего. Окей. Несмотря на то, что сейчас 16.15. Да. Итак, начинай. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня в нашем ночном эфире программа пол третьего. Несмотря на то, что сейчас 16.15 и мы находимся в Перми. Наша дискуссия об интеллектуальном, мультимедийном и прекрасном сегодня посвящена роману «Ночное кино» и единственному читателю, который осилил этот роман до половины, Сергею Маркелову. Сергей, что вы скажете о сюжете и персонажах этого прекрасного романа? Я хочу сказать, что эта книга меня преследует и не отпускает, потому что как только мы пытаемся что-то про нее сделать, случается что-то с оборудованием, и уже третий день я не могу никак отрезаться от этой книги и наконец уже поставить ее на какую-нибудь полку. Поэтому она действительно мистическая, не отпускает, не отпускает уже третий месяц меня. Персонажи в этой книге, да и сама книга, они прекрасны. Это прекрасная книга, это шедевральная книга. Это действительно, как пишет в соцсетях, детектив, детектив 21 века. Я процитирую, извините, Сергей, пока вы думаете о мультимедийной части этой книги, я процитирую «Дэви Телеграф» и «Вашингтон пост». Неудержимо поглощающая вас книга, вы посмотрите на Сергея, по-моему, это действительно так. И безумно хитроумный роман, в котором исследование жизни мифотворца, а кинематографа само оборачивается мифотворчеством. Что же в ней мультимедийного, Сергей? А про сюжет мы уже закончили, да? Да, конечно, что там интересного? Я просто хочу сказать, что действительно, это действительно, это 21 века, потому что эта книга своим сюжетом, своим мультимедийным контентом, вообще своей структурой действительно является отражением 21 века. Как вы понимаете 21 век? Потому что здесь ничего нового в этой книге нет. Сюжет ее, прекрасный сюжет этой книги прямолинеет до нельзя. Никакого особенной динамичности здесь нету, как в нормальной жизни журналистов. Ну, главный герой журналист этой книги, и как любой... Если кто-то смотрел фильмы про журналистов, то это, как правило, очень унылые и тоскливые фильмы. Ничего там интересного нет. Мультимедийный контент, который наполнен на этой книге, работает криво, как, в принципе, мультимедийный контент во многих других сферах нашего 21 века. Ну, исключение вставляет, разве что, наверное, сила медиа. Здесь должна была быть отбивка рекламы, но мы ее еще не нарисовали. Сергей, все-таки покажите нам, как криво работает этот роман. Для того, чтобы понять, как криво работает этот роман, достаточно сказать лишь одно. У этого романа есть один большой плюс, и он же минус. Это, как ни странно, птички. Потому что... Мы говорим о барнитологии. Ну, говорим о ночном кино. В этой книге для читателя раскиданы птички, которые говорят о том, что у нас страница с птичкой есть какое-то мультимедийное приложение. Птичек в этой книге где-то штук 8 или 10. И вот там на последней странице написано, что... Не на последней, на 617-й. Я тоже уже выучила, потому что может, черт знает, какой дубль снимает этой передачи. Не, не, как сказать, я так сказать, что на последней странице на последней странице на лицевой стороне... На лицевой стороне обложки книги так, если ты ее держишь задом, когда заголовку, находится фраза одного из столпов американской журналистики, то ли Телеграф, то ли кого-то еще, о том, что вас проберет сладкий озноб от этой книги. И надо сказать, что я действительно пробирал сладкий озноб, когда в 3 часа ночи я пробирался через какой-то занимательный, скажем так, сюжет. И мне предложили увидеть какой-то мультимедийный контент. И вот я битых, наверное, 20 минут пытался увидеть этот контент, пытался сканировать страницы, потому что для того, чтобы увидеть этот мультимедийный контент, нужно специальное приложение, которое сканирует страницы с птичками. Птички, видимо, поскольку уже октябрь заканчивается, все улетели на юг, и из 8 птичек, ну, наверное, 5.5 не работают. Но даже для того, чтобы для работающих птичек увидеть мультимедийный контент не так просто, потому что для этого надо скачать приложение. У тех, кто есть Android, его можно скачать с Google Play, но скачать его не получится, потому что вы должны находиться в Соединенных Штатах Америки для того, чтобы скачать это приложение. Секунду, я уточню, что книга все-таки издана на русском языке, но приложение нужно скачивать с американского App Store. Мне кажется, несмотря на то, что книга впервые была издана на английском языке, но локализаторы, мне кажется, при ее подготовке для российского читателя сумели каким-то образом вдохнуть в нее даже российскую действительность. Много. Как я, у кого есть Blackberry, и для таких убедрежников, как герой этой книги, журналист Стив Маккрэк, который, как описывает писательница, достает из кармана Blackberry, записывает заметку себе в Blackberry, а никак иначе, ест Blackberry, пьет Blackberry и живет с Blackberry. Не со смартфоном, не с мобильным телефоном, а именно это Blackberry. Какой-то его напарник-наркоман пользуется айфоном. И мы сразу понимаем, в принципе, кто спонсировал эту книгу и спонсировал так, чтобы показал себя сразу. Потому что на Blackberry, я пояснил просто, кто не знает, на Blackberry нет ни черта. Подожди, но как же тебе удалось все-таки прочитать эту книгу, если нет приложения для Blackberry? Ну, начнем с того, что, в принципе, оно не особо-то и нужно, чтобы прочитать эту книгу, но все-таки мне же захотелось узнать, что за секреты хранить эта книга. И я в гугле вбил все-таки названия, там, какие-то там, вот на своей странице есть инструкция, как скачать это приложение. Она, естественно, не работает, она дает, там, эта инструкция позволяет, дает тебе адрес сайта, где можно скачать это приложение. Это адрес сайта известной американской писательницы и автора книги «Ночное кино» Мариши Пессел. На ее сайте нет ни слова, ни намека на это приложение, ни слова о том, почему оно, дескать, не работает или работает. Такое ощущение, что Мариши Пессел даже не знает о том, что существует это приложение. Может быть, это изобретение российских локализаторов? Может быть. Но, тем не менее, я скачал это приложение на каком-то пиратском сайте, посвященном Blackberry, так называется, Blackberry, и что-то там еще. Там туда, видимо, вот люди, которые все-таки любят приложение больше, чем я, выкладывают туда приложение, которое мне недоступно на Blackberry, запиливают их. И вот мне все-таки удалось скачать приложение для Blackberry с этого сайта. Так давайте же мы будем голословными и покажем, как работает. У меня сейчас пришла в голову мысль, потому что когда показываешь на книге, не очень хорошо понятно, как она работает. Поэтому я вот попытаюсь показать, наверное, вот так. Так, секунду. Как прекрасно работает это приложение. Оно совсем так, как будто. Оно у нас отлично все видно, что ты поперек. Да, и вот я вот такой. Ты есть горизонтальный монтаж. И понятно, что она понять, да, как вообще мной управлять, потому что, ну, если вы смотрите, это как вот видеть мир с перевернутыми очками. Есть такие перевернутые очки. У нас программа полтретьего, а это программа 90 градусов. Ну, короче, вот этой вот кривой штучкой. Я, сожалению, не видел приложение на Android. Вот мне бы очень было бы интересно узнать, если в комментариях люди прочитавшие эту великую книгу и восхитившиеся, они сейчас поделили до информации, так же работает приложение на Android или на iPhone. Так или иначе, но все-таки вот этим вот странно работающим приложением я увидел какой-то мультимедийный контент, то есть вы когда видите эту бедную птичку, которая немножечко там маленький спойлер, она является символом этого произведения. Этого режиссера, который я не буду в этот раз говорить ничего о сюжете, чтобы я предполагал вам мультимедийщикам, в принципе, мало сюжет интересен, в мультимедийщикам интересна аудитория, и кинода от аудитории. И думать о смыслах. Так вот, вы направляете камеру, например, вот сюда, телефон вибрирует, показывает, что здесь был мультимедийный контент, кто-то пропал, почему-то, вот, вы нажимаете сюда, и звучит прекрасная музыка Равеля. Которая меня уже достала. Да, мы слушаем ее уже не первая. Ну, потому что это не... Тут редкий случай, когда мультимедиа сработали, и поэтому она всегда звучит. Музыка работает всегда. Музыка вечно. Равель, прекрасен. Вот, под эту прекрасную музыку... Сейчас, погоди, у нас микрофон близко к музыке наверняка тебя не слышно, а музыку слышно. Вот под этот такой фоновый легкий саундтрек, я бы даже сказал, что, принципе, это единственная птичка, которая сработала как надо. Потому что, вот, другая птичка здесь, на первых, нужно потратить минут пять-десять, чтобы что-то здесь появилось, у нас таки появляется, она дает позволит послушать какое-то радио подкадем передачу, шести или семиминутную, на английском языке. Ну, это же русская книга, поэтому подкаст на английском языке. Зато адрес сайта журнала Time, где находится материал, заглавленный последняя загадка, так и называется «Последняя загадка». Сейчас. Вот это сказать так, вы этим самым таким голосом, да, будто я приехал из Соединенных Штамерики и читаю на русском выночке «Ночное кино». «Последняя загадка». Отлично, да. Последняя загадка, или «Здравствуйте, я хотел бы прочитать книгу «Ночное кино, но ничего не понимаю». Зачем, где-то говорил сейчас. Давай выключим этот звук, потому что если ты со звуком-то монтировать, потом вырезать твои фразы, будет очень неудобно. Так, окей, хорошо. Значит, звук работает. Значит, звук работает. Что еще не работает в этой книге? Здесь еще, слава богу, работает какая-то птичка, где ты можешь увидеть пятистраничный текст на английском. Не будь голословным, покажи. Не буду голословным и покажу. И знаете ли, покажу, если вспомню, где был этот. Ну, в принципе, здесь не так много мультимедийного контента, поэтому здесь легко вспомнить, где он. Не то, что не так много, его практически-то и нет. Если, о, пожалуйста, открываем. Не буду голословным и покажу. Текст на английском. О чем-то. Какой-то анализ одного из фильмов. Надо сказать, что ни одного фильма этого режиссера вы не увидите, но зато увидите постер этих фильмов. И еще, наверное, можно смотреть прекрасный трейлер этой книги. Ну, действительно, очень неплохо снят трейлер книги. Я вообще никогда не видел трейлеров книги, что ты даже посмотрел трейлер книги. Многие люди верят, что Кордово не существует. That he's a corporate invention for the masses to consume fear. Like God. Я был хорошим знакомым, который следил за Cordova. Инвестивный журналист, Scott McGrath. Он хотел увидеть, раз и все равно, что действительно произошло за то, что-то. Что вы узнаете? Я думаю, что мы закончили здесь. Перейдем дальше. Что в середине книги можно найти? В середине книги можно найти очень много прекрасных мультимедийных букв, которые, может быть, стали в мультимедийном, если здесь что-то нарисовать, как вот этот мультфильм сделать. Но, по сути, я понимаю, фантазия истякла у создателей книги где-то к середине. Да даже и раньше, потому что вот сюда они, допустим, запихнули кусок. Черных страничек, это сайт. На который вы можете зайти, который, попрыгав с бубном и пошаманив на этом сайте и в гугле, я все-таки смог его открыть, ну, потому что инструкции вот здесь, они как-то не позволяют его открыть в этой книге. И вот этот сайт был на английском, но, видимо, русские локализаторы поняли, что надо, наверное, пожалеть читателя и впихнули сюда целый сайт. Ну и, в принципе, чем дальше, тем, как вы видите, меньше птичек становится на страницах этой книги. Дальше вот они просто уже не запариваются, оставляют черные страницы. Видимо, хотели что-то сделать, но... К ним должен был прилагаться, белый карандаш, но не получил, да, да, напишите, нарисуйте сами. Есть такие снимодные записные книжки с черной страницей, с белым карандашом. Но мультимедийный контент этой книги, якобы мультимедийный, можно обойтись без него. То есть, если мы вырвем черные страницы, и вырвем страницы с птичками, да, ничего не изменится, это будет просто книга с иллюстрациями. И как нас учит Силантьева, если вы можете выкинуть мультимедийный элемент из истории, и не потеряете смысл, то вы можете выкинуть книгу. Можете выкинуть книгу. Потому что, ну, действительно, это все просто иллюстрация. То есть, книжка с картинками, да, книжка с мультимедийным контентом, но опять-таки нет. Но надо сказать, что она, по-моему, и не подается, как мультимедийная. То есть она подается, как какой-то необычный кинодетектив. Вот от кино здесь и от интернета, иллюстрации с интернет-сайтами, хорошо очень переведенными российскими переводчиками, спокойно можно без этого всего боитесь. Было бы намного круче, если бы для фанатов там Мариши Песл, ну, видимо, у нее ничего нету, столько фанатов, сделали бы книгу с отдельной коробочкой подарочное издание, там, не знаю, за 2000 рублей, как они обычно стоят, в которую напихали бы, положили бы диск, положили бы вырезки из газет, естественно, напечатанных на газетные бумаги, да, это надо было заморачиваться, там, какой-то пост бы еще положили. Путь и еще, там, не знаю, бы накидали на перчатки режиссера окровавленные. Ну, книгу сделать фильм сам по сценарию. Приложение, работающее какое-нибудь, Final Cut, там, или что-то еще, чтобы человек мог сам все-таки снять, может быть, фильм. Что-нибудь еще положили бы туда, и это было бы, я поддержал этот факт, это было бы классно, может быть, я, конечно, репрограмм. То, что они напихали в это приложение, ничего, кроме музыки, я там не нашел. Причем музыка там была только одна, ну, полторы, еще была тревожная заставка в передаче какой-то там Crime, что-то там, в New York Crime или как-то так. Как и все ночные передачи должны быть депрессивными. Я предлагаю закончить эту передачу на депрессивной ноте. Думаю, нас сверлить. К нам просто, у нас где-то здесь недалеко, стоматологи были заперты в номере, и сейчас они бормашины пробираются на свободу. Это режиссер, эта книга снимает свою 12-ю картину. 12-ю картину, теперь ночные стоматологи. Ночные стоматологи с бабочками. Так, ну, собственно, вот и все, что мы можем сказать об этой мультимедийной книге. Приходите на наши семинары, тренинги, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и кидайте в комментарии еще другие мультимедийные хрени, которых вы встречаете в жизни, мы на них посмотрим. И, может, некоторые из них попадут не в нашу ночную программу полтретего, а в нашу утреннюю программу полтретего, где мы хвалим и всячески восхваляем создателей мультимедийного контента. До новых встреч! Я еще хочу сказать, что я надеюсь, что мы все-таки закончили, и я наконец оставлю эту книгу в этой гостинице, потому что я больше не могу. А это уже закадровый текст, это мы там врежем после перебивки титров, вот эту вот фразу. Какую? Ну, вот эту я наконец-то оставлю. Я надеюсь, что этот дубль, в конце концов, был последним. Я тоже очень надеюсь, потому что я больше не могу смотреть на эту книгу. Я ее даже обсуждать уже больше не могу. Меня от нее тошнит. Меня тошнит от разговоров об этой книге. Мне кажется, столько внимания, даже новая книга Пелевина еще не... Хотя она больше заслужила, наверное. Не знаю, ты прочитай, конечно, тогда мы с тобой поговорим о новой книге Пелевина. Она мультимедийна? Она мультимедийна в своей мистической многослойности. Мультимедийна в своей книге. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok